В медицинских учреждениях Волгоградской области стартовала вакцинация детей против гриппа. Активная фаза прививочной кампании продлится до конца осени. Медики отмечают, что дети, своевременно прошедшие вакцинацию, болеют гриппом гораздо реже, либо переносят его в легкой форме. Все это помогает не допустить тотальной заболеваемости в школах и введения в учебных заведениях карантина. Для вакцинации несовершеннолетних в полиглинике региона поступил специализированный препарат. Мы получили вакцину Ультрекс-Квадри. Гриппозная инактивированная поликомпонентная вакцина. Содержит два антигена вируса типа А и два антигена вируса типа Б. До 15 лет родители пишут добровольно информированное согласие. Дети с 15-летнего возраста дают информированное добровольное согласие на вакцинацию самостоятельно. Вакцинация ведется как на базе поликлиник, так и в школах региона. Так, прививочный пункт развернут на территории одного из крупнейших учебных заведений города среднего звена – школа номер 55 в советском районе Волгограда. Здесь учатся более двух тысяч детей. Иммунизация школьников в нашем образовательном учреждении выполняется строго в соответствии с планом иммунизации, с графиком иммунизации. На базе нашей школы есть медицинский блок, состоящий из нескольких кабинетов. Заключен договор с медицинской организацией и, соответственно, медицинская организация в нашем блоке проводит иммунизацию. И первоклассники, и выпускники прекрасно понимают, что какой бы неприятной ни была процедура прививки, гораздо легче перенести ее сейчас, чем потом тяжело заболеть и пропускать уроки. Скажи, пожалуйста, больно было прививку делать? Нет. Я лучше сделала прививку сейчас, чем не сделать прививку, а потом заболеть. Иммунный ответ организма на прививку формируется в среднем в течение 21 дня и обеспечивает защиту на срок до 1 года. Вопреки распространенному мнению, заразиться от прививки нельзя. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».